По острым кишечным инфекциям отмечается значительный рост на 73%. Данные на праздном совещании привела руководитель управления Роспотребнадзора Патуве Людмила Сальчак. За отчетный период зафиксировано 32 случая заболевания. По сравнению с предыдущей неделей у нас рост отмечается на 100%. То есть за прошлую неделю 16 случаев было, в предыдущую неделю и за прошлую неделю 32 случаи. Хотя недельный уровень кишечной инфекции, заболеваемости ниже среднемноголетнего уровня, обращаю внимание на важность проведения профилактической работы. Это вопросы, которые касаются качества безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов, обязательно сопроводительной документацией. По итогам минувшей недели в два раза увеличилось и количество обращений по поводу укусов животных. За 7 дней зафиксировано 43 случая нападения собак. Из них 16 – это дети до 17 лет. И также отмечено, что из 43 – 37% приходится это нападение собак без владельцев. И с нарастающим итогом мы на сегодня имеем 392 случаев обращаемости по поводу нападения животных. Из них 40% приходится на детей до 17 лет. Обсудили и оперативную обстановку. На дорогах Тувы произошло 9 автоаварий, а на прошлой неделе – 5 происшествий. Это опрокидывание транспортных средств на территории Барунхемского, Лухемского, 2 и Чахольского района. В последнем районе водитель погиб. Управляет транспортным средством без прав. При изучении установлено, что молодая девушка, не имея никаких документов на регистрацию, водительских удостоверениях, вообще ничего не имела, ни страховых полисов, ничего, передвигалась самостоятельно, одна, иной, не справилась с управлением, погибла. Тревожную ситуацию, связанную с ростом количества ДТП, прокомментировал глава Тувы. Владислав Ховалы поручил усилить профилактические мероприятия. В летнее время также растет число водителей, которые садятся за руль в нетрезвом виде. После пикников, отдыха на водоемах они также становятся виновниками аварии. Поэтому поручаю руководству Департамента региональной безопасности и администрации главы совместно с заинтересованными органами организовать профилактические мероприятия по предупреждению транспортных происшествий, привлечению заинтересованных органов власти. 24 мая в 5 километрах восточнее села Кунгурту в Терехольдского района при переезде в Бро через реку Палк-Техем автомашина «Урал» застряла на середине реки. На место были направлены сотрудники 21 пожарно-спасательной части. На момент их прибытия в кузове и на заднем борту ждали четверо мужчин. На контроле у МЧС были и другие мероприятия. Ограничение движения на грунтовой дороге Сугаксы-Баян-Тала в результате размыва дорожного полотна временно закрыта грунтовая дорога муниципального значения на 12 километре Сугаксы-Баян-Тала. Имеется объездная дорога, установлены запрещающие знаки, проведено информирование населения. Дорожные организации восстановительной работы спланированы после спада уровня воды в реке Хемчик. Поиски пропавших граждан в Тоджинском районе. Поступило сообщение о пропаже трех граждан, которые 23 мая выдвинулись на лодке из села Тарахем в село Чазылары Тоджинского района. И до настоящего времени их местонахождение неизвестно. В ходе поисковых работ на реке Хамсара в устье реки Кижихем найдено тело гражданин 31 года. Поиски двух граждан продолжаются. В Туве за отчетный период произошли 23 пожара. Гибели и травмирование не допущено.